Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре уже завершилась первая смена. Чрезвычайных происшествий не возникало, но вот перебои с электричеством случались 11 раз. Причиной тому непогода, ветром обрывала провода. Со всеми ситуациями службы справлялись оперативно. И даже несмотря на сюрпризы природы, 8 июня был открыт еще и палаточный лагерь для юных туристов. Очень сильно ужесточены требования к лагерям палаточным в чистом виде, но хотелось бы все равно детям навыки туризма сформировать. Мы на территории нашего лагеря «Союз» в Волжском районе, там он имеет огромную территорию, сделали такой палаточный лагерь «Молодежная планета», где у нас ставятся палатки, оборудование, инвентарь, дети в условиях лагеря, но тем не менее отрабатывают первые навыки деятельности в походе. В Самаре работает 178 пришкольных лагерей, они будут открыты до 30 июня. И если с муниципальных мест отдыха спрос жесткий, власти контролируют безопасность и санитарное состояние, то с частным дело обстоит сложнее. Но и на недобросовестных владельцев находятся рычаги давления. Нескольким загородным лагерям просто не выдали разрешение на работу, пока не исправят ситуацию. По частным лагерям я думаю, что вот этот год будет как раз переломным. И если участники не поймут, что они должны вкладывать туда деньги, то получится та ситуация, когда деньги у них ушли, вот эти 552 ребенка, которых мы срочно раскидывали по другим лагерям, это то, что они потеряли. Детей в Самаре с каждым годом становится больше, и то количество лагерей, которое есть, уже не справляется с нагрузкой. Мэр Самара Олег Фурсов поручил исследовать потенциал развития детского отдыха. Я думаю, интерес к детскому туризму в Самарской области будет расти, и нагородние могут приезжать сюда дети. Значит, хорошо, чтобы у нас была с вами стратегия, как мы должны действовать, чтобы развивать такие лагеря. Брошенные площадки существуют, все равно ситуация у нас каким-то образом разрешится, и думаю, мы сможем выделять деньги на открытие новых лагерей. Для тех ребят, кто окажется не охвачен загородным отдыхом в Самаре, работают досуговые площадки по месту жительства, а желающие получить первый трудовой опыт могут устроиться на временную работу. Мариана Мирная, Максим Гусев, События.